Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава Откровения Иоанна Богослова Читаю перевод Международного библейского общества Для библейского портала экзегет Ну и вот смотрите Мы с вами в четвертой главе видели такой небесный двор Где поклоняются Богу Отцу Где 24 старца Где четверо животных Такие символические конечно цифры Где они постоянно ему успевают хвалу Ну и мы это читаем И вот если честно Ну да великолепие Да величие Да слава Честь Хвала Да нам то что А мы тут живем на земле У нас тут свои проблемы Пятая глава это показывает Потом я увидел в правой руке сидящего на троне Ну это образ Бога Не буду говорить Бог Потому что Бог не изобразим такими средствами Сидящего на троне свиток И списанный с обеих сторон И запечатанный семью печатями А ведь интересно Вот как устроен этот мир Что нас ждет Свою судьбу-то человек Очень хотел бы знать Что с нами будет через 10 лет С каждым из нас Хорошо бы в этот свиток заглянуть Я увидел могучего ангела Который громко спрашивал Кто достоин снять печать И раскрыть свиток Но никто ни на небе Ни на земле Ни под землей Не мог раскрыть свиток А посмотреть что внутри Я горько плакал Потому что не нашлось достойного Кто мог бы раскрыть свиток А посмотреть что там Представьте себе Нам показывают книгу Где описано будущее Нашей страны Нашего мира Близких нам людей Вот только раскрыть бы Да посмотреть И сразу становится Многое ясно Чего ждать Чего бояться Что может быть Можно еще изменить Пока есть время К чему готовиться Я бы очень дорого дал за такое Открыть-то никто не может Тогда один из старейшин Сказал мне Не плачь Смотри Вот победитель Лев из рода Иуды Корень Давида Он может раскрыть свиток С семью печатями Лев из рода Иуды Корень Давида Давида это обычное обозначение Мессии в Ветхом Завете То есть это праведный царь Потомок Давида Тот кто наследует его престол Тот кто правит в Израиле В Иерусалиме Победитель Всех победил Ну понятно ему это В самый раз Лев Я увидел в самом центре трона В окружении четырех живых существ И старейшин Трон который описан В предыдущей главе Это трон бога Ягненка Выглядевшего так Как будто его принесли в жертву Сказали вот лев Обказали ягненка Да к тому же еще принесенного в жертву Зарезанного ягненка Представим себе льва Могучее животное Да Которому никто не указ Там в своей африканской Саванне Он бегает за всеми Животными другими И сам никого не боится А здесь у нас зарезанный ягненок Абсолютно беспомощное Уже убитое существо Оказалось Это одно и то же Ха У него было семь рогов И семь глаз Это семь духов бога Посланных по всей земле Он подошел Убитый И взял свиток Из правой руки Сидевшего на троне И когда он его взял Четыре живых существа И двадцать четыре старейшины Пали пред ягненком Почему? Он убитый Он ни на что не способен Лев бы открыл дану ягненок У каждого из них В руке было по арфии По золотому сосуду Полному ароматному кождению Это молитвы святых И они поют новую песню Ты достоин взять свиток И снять с него печать Почему? Ведь ты стал жертвой И своей кровью Выкупил людей для Бога Людей из всех родов Языков, народов и наций Ты сделал их царством И священниками До служения Богу И они будут царствовать на земле Вот Вот ответ Тайна этого мира Она сокрыта ото всех Кроме одного Самого сильного льва И самого бессильного ягненка Победителя и жертвы Одновременно Да И собственно вот что Здесь говорится О крестном подвиге Христа Да Он принес себя в жертву Для того чтобы Всех освободить Для того чтобы открыть эту тайну Для того чтобы Человек не чувствовал себя Слепой игрушкой каких-то сил Неважно каких земных Там политика Правительства Партии Какая-то мировая За кулисой Обожаем придумывать все это Или наоборот Небесных Ангелы Демоны Там нами управляют Нас соблазняют Или наоборот Защищают И все прочее Нет Христос Открывает нам Нашу судьбу А значит Может ее изменить И делает их Царством И священниками До служения Богу И царями И священниками Самыми высшими Людьми Какие только Существуют в этом мире Потом я посмотрел И услышал голос Множества ангелов Окружавших трон Живых существ И старейшин Их были тысячи И тысячи тысяч Они громко пели Достоин ягненок Который был принесен В жертву Принять власть Богатство Мудрость Силу Честь Славу И хвалу Потом я услышал Как все существа На небе На земле Под землей На море И все что в них говорили Сидящему на троне Ягненку Будет хвала Честь Слава И власть Во веки Четыре живых существа Говорили аминь И старейшины пали И поклонились Вот крестная жертва Христа То что соединяет нас с Богом То что делает Бога сидящего на троне Не просто абстрактные идеи Пусть и крайне величественные Но тем Что для нас важнее всего Вот как это описано В пятой главе Откровения Иоанна Богослова В шестой Будет снятие печати Увлекательное занятие Надо сказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому